Я провел один год деревни Калином, КВП 22. Это недавно вышедшая карта, которую мне хотелось бы попробовать попроходить, но сперва давайте попробуем выжать хотя бы один год. В нашем распоряжении будет мотоблок, этот двор с домом и теплицами, а еще у нас всего 0 долларов. Целью на это видео будет купить поле, технику и просто не умереть с голоду. Мой путь начинается в апреле, это середина весны, а значит в наших маленьких теплицах начали расти какие-нибудь плоды. И да, действительно. У нас есть немножко помидор и капусты, давайте выставим ящики на поддоны и начнем грузить это все на мотоблок. К сожалению, форма кузова не совсем подходила для поддонов, поэтому пришлось грузить два этажа. Ящики довольно легкие, поэтому мы сможем погрузить их вручную. Все готово, закрываем борт и едем продавать. А еще мы будем пользоваться модом на заказы. Этот и остальные моды вы сможете найти по ссылкам в описании. Для выполнения первого заказа нам как раз понадобятся помидоры. Нам нереально повезло и надо хвататься за эту возможность. Не теряя ни минуты, я отправился на придорожный рынок. Путь туда был довольно долгим, учитывая скорость мотоблока. Ничего, в скором времени, я надеюсь, мы обзаведемся чем-нибудь получше. А вот и сам рынок с продавцами и товаром. По всей видимости, это такие же дорогаши домашними продуктами, как и мы. Я выгрузил ящики и выполнил первый заказ. В сумме с помидорами выполненный заказ приносит нам 21 тысячу. Это большая сумма, но лучше мы инвестируем в свое будущее. Если мы хотим и дальше выполнять вот такие очень прибыльные заказы, то нам понадобится салат и молоко. Салат уже есть в теплице, а вот для молока нам понадобятся коровы, а для них сено и солома. Приехав домой, я купил десяток взрослых коров на 15 тысяч, а затем отправился в магазин. Купив все необходимое, я осознал, что в прицеп влезет максимум один тюк, поэтому пришлось сделать несколько ходок. Ближе к вечеру я доставил все тюки, затем раздал фураж коровам, надеюсь, и надолго этого хватит. А еще надо подождать, пока появится молоко. Предлагаю не тратить дараться на время и отправиться зарабатывать деньги в других местах. Сперва я заехал на АЗС и заправил диз топлива, а затем решил купить кое-что для леса. Поверьте, топорик за 50 баксов будет лучшим вариантом. В поздний вечер я был в лесу, на улице уже темнеет, и это очень хорошо, ведь деревья мы будем воровать. Я заехал поглубже в лес и начал выбирать подходящее. Это дерево будет в самый раз. Я повалил его, обрубил ветви и начал делить его на ровные части. Еще через время бревна были погружены, и к счастью, нам попался крепкий мотоблок. И такой вес он выдерживает легко. Затем я отправился перерабатывать полученные бревна дрова, рубить их пришлось до поздней ночи. Здесь же я и заночевал. Утру дрова были готовы. Я сложил их на поддон при цепе и отправился продавать дрова. И судя по двору, везли мы их к какой-то бабусе. К сожалению, более одного поддона у нас не приняли. А за первый поддон заплатили всего 1400 баксов. Ладно, оставляем вторую часть здесь, и пусть заплатят тогда, когда дрова снова понадобятся. А я отправился домой, где собираюсь подождать до появления товаров с коров и теплиц. Готово. Кстати, за эти три месяца мы потеряли 1000 долларов на еду и коммуналку. Это значит, что нельзя долго отдыхать. Да и поле с техникой сами себя не купят. Поэтому надо ускоряться зарабатывать дальше. Впервые я выгрузил всю капусту и отвез ее на рынок. Выполнив первую часть контракта на доставку. 2000 литров молока у нас уже есть. Чтобы не покупать цистерку, я решил погрузить молоко в вот такие вот бидоны. Здесь ровно 2 куба. Их доставка заняла много времени, так как я долго искал мясо, куда именно надо было доставить товар. На мясокомбинате приняли наше молоко, а в сумме с контрактом номер 2 мы получаем уже 39 тысяч. За эти деньги мы сможем позволить себе трактор и поле, но тогда не останется денег на жизнь. Поэтому двигаемся дальше. Половину месяца шел дождь, а затем я приступил к скупке еды для коров и покупке новой техники. Мотоблок уже не нужен. За него получаем 400 баксов. Ему на замену я решил прикупить вот такой вот джиндир с наклейками Zetter. Что это такое, я без понятия. Эти 80 лошадиных сил в красивой оберке стоили нам 10 тысяч. А вместительный прицеп еще столько же. Также я наконец-то купил красивую теплую одежду на грядущую зиму. Потратив на это еще 200 баксов. Я отправился работать дальше. В этом месяце еще надо было вывезти товары с фермы на продажу. А еще я хотел бы обзавестись новыми источниками дохода. Какими? Смотрите до конца, чтобы узнать. И не забудьте поставить лайк либо дизлайк. Это нереально важно. Теперь наша техника более уместительная и мне удалось загрузить все ящики без проблем. Везем это куда выгоднее и ближе. И это по-прежнему оказался придорожный рынок. Плюс 6 тысяч в копилку. А еще я заметил на прилавках куриные яйца и банки с медом. И ценник на них стоит гораздо выше, чем на остальной товар. Это выглядит как отличная идея для расширения своей фермы. Поэтому, когда я отправился в магазин за силосом для коровника, я прикупил еще зерно для кур и отправился домой. Насколько же быстро осталось? Я стала добираться от точек продажи домой. Я рад новой технике. Дома я развязал силосные тюки и раздал их коровам. Надеюсь, так мы хотя бы немножко повысим удой. Затем я купил максимальное количество кур и высыпал им мешки зерном. Кстати, я тогда совсем забыл о петухах. Но на количество яиц это вроде как не повлияло. Дальше я решил купить пастику. Она стоила нам 12 тысяч. Это все наши деньги. А производство требовало еще и поддоны. Без них мы не сможем получать мед. Помните те дрова, которые мы оставили? Вот они уже нужны. Из-за них я получил еще 2,5 тысячи. А на них мне удалось купить 2 пачки поддонов. Надеюсь, на первое время этого количества будет достаточно. Уже совсем темно, поэтому я поскорее отправился домой отдыхать. Ура! Зима и снега по колено. Все закупаются елками и салютами. Она присылает работать дальше. Конечно же, пришло время вывезти товар. Но в этот раз мы видим сухробы. А на трассе все было немножко проще. К счастью, поддонов хватило. И мы получили много меда. Как я полагаю, во время зимы пчелы спят. И будет логичным на время зимы производство отключить. А полученный товар я с радостью повез на продажу. Кстати, за время зимы мы даже ушли в минус. Вот что будет, если не работать. Дед, ты чё замёрз что ли? Тебя так колбасит. В итоге, я был в плюсе на 10 тысяч. Рассчитался с долгами. И закупился товаром для дальнейшего функционирования фермы. Сено и солома для коров. Зерно для кур. И поддоны для пчелиного мёда. Да и в принципе, дальше наша работа повторялась. Но впереди нас ждут ещё 4 месяца. И вторая цель на сегодня. Покупка поля. Поэтому я быстро развёз всё необходимое. И отправился ждать апрель. Снова тёплая погода. Чистые от снега дороги и очень много товара. Мы совсем недавно начали. А уже имеем большой и стабильный доход. Конечно же я всё это погрузил для вывоза на продажу. И это всё едва влезло в этот большой прицеп. Это радует. И я уже безумно хочу видеть, во сколько же оценят наши труды. А это оказалось 20 тысяч долларов. Мы прожили ровно один год в деревне. Но нам по-прежнему не хватает на поле. Самое дешёвое из которых стоит 27. Ну что ж, я решил продать коров на 9 тысяч. И смог наконец-то позволить себе поле. Чтобы уже в этом году, во время этой весны, приступить к посеву своего первого урожая. Поле и трактор есть. Покупка селки, комбайна на этот сезон. Это лишь вопрос времени. Как видите, заработать на них мы смогли бы. А на этом будем заканчивать. Надеюсь, вам понравилась карта. Мне так точно. Если этот выпуск наберёт 1000 лайков, я приступлю к съёмке полноценного, многосерийного прохождения с интересным сюжетом на этой карте. Топ-комментаторы, спонсоры, донатеры. Всем спасибо. Всем пока. Вы лучшие. Субтитры сделал DimaTorzok